У городской администрации полномочий контролировать строительство многоквартирных домов нет. Есть только право выявлять самострои. Сотрудники муниципального земельного контроля таким образом мониторят объекты, возводимые с нарушением. Если там отмечены признаки многоквартирного дома, то данные передают в прокуратуру, УВД и Архстроинадзор. Это краевой департамент по надзору в строительной сфере. Имеем право проводить мониторинг. Его проводим. После того, как мониторинг выявляет, что где-то есть признаки многоквартирного незаконного строительства, передаем информацию в правоохранительные органы. Под печати, Сергей Павлович, отработайте, чтобы у них там все это было. На этом функция администрации города заканчивается. Дальше начинаются функции правоохранительных органов. Всего за прошлый год в Сочи подан 341 иск о сносе самовольных построек. За истекший период этого года уже более 150. Активная борьба с самостроемой началась с Адлера и продолжится в других районах города, отметил Анатолий Пахомов. Он также призвал свою команду настроиться на продуктивную работу и сделать соответствующие выводы относительно трех громких задержаний на прошлой неделе сочинских чиновников. И сделайте выводы все. Все сделайте выводы. Я всех призывал к одной честной работе на благо города. Вот искренне говорю, что я лично именно это преследую. Ничего иного. На планерном совещании был представлен новый заместитель главы города, курирующий отрасль ЖКХ. Это Алексей Толмачев, ранее возглавлявший департамент городского хозяйства. Глава города потребовал навести порядок в структуре САХА и все силы направить на то, чтобы мусор было кому и куда вывозить без сложных схем. По-прежнему актуальна тема борьбы с карантинными вредителями. Силами муниципалитета химическая обработка проведена, но это касается исключительно муниципальных территорий. Ряд управляющих компаний заключили договоры с организациями, которые обрабатывают зеленые насаждения, но не все. Проблема с садоводческими товариществами. Всю информацию о вреде насекомых они получили, а договоры заключать не спешат. В таком случае они получат предостережение от Рослихознадзора в следующий этап штраф, если на их участках обнаружат мраморного клопа. Необходимо бороться на побережье и с комарами, в водоемы запускать рыбку гамбузию, не оставлять на дачах емкости с водой. Это же касается и кладбищ. Часто люди приносят на могилы живые цветы, ставят их в воду в результате размножения комаров. Хотел бы обратиться к жителям нашего города с огромной просьбой на летний период отказаться от емкостей для воды. Это вазоны, всевозможные банки, бутылки, так как все эти емкости способствуют размножению комара. Еще одним средством для борьбы с комаром является посадка эвкалиптов. Во всех районах города эта работа ведется. Особо на планированном совещании была отмечена организация высадки эвкалиптов отраслью образования.